Всем привет! Всем привет, меня зовут Настя. Я Диана. Сегодняшнее видео это ваша любимая рубрика, которая называется «По ту сторону дна», и мы, как обычно, будем зачатывать ваши истории, которые связаны с работой с людьми, где вы сталкиваетесь со всяким трэшем, истериями и с всякими психическими обострениями. Я надеюсь, что сегодняшний выпуск будет интересным. И я. Предвкушаю эти прекрасные истории. Ну что, зай? Ну давай. Ну давай. Открываем филиал Инстаграма. Филиал Ада. Да, в котором филиал Ада. Пока Диана ищет истории, на губах у меня помада от Maybelline Super Stay Matte Ink в оттенке 20, который называется «Пионер», потому что я уверена, что кто-нибудь доспросит. Да, еще линзы, скажи, какие у тебя пока. Линзы, не знаю, как называется бренд, какая это модель, купила просто рандомно, ткнув в папке «В наличии» в группе с линзами ВКонтакте. Не знаю, выкинула все обертки упаковки, хвосты потеряны. Приветик, я увидела вашу рубрику и решила написать историю, но не свою, а мамину. У меня мама работает мастером ногтевого сервиса уже более 10 лет. И за все это время у нее не было таких неадекватных клиентов. Случай произошел буквально меньше часа назад. Я просто вспомнила вашу рубрику на канале и решила рассказать. Хочу заметить, что моя мама в положении 4 месяц. Я обожаю, что по горячим следам. Да-да-да, свежачок. К моей маме в салон записывается пожилая женщина, лет 55-60, как сказала мама. Она опоздала на 30 минут и даже не извинилась. Так вот, она говорит, что никогда не делала покрытие гейл-лаком и хочет попробовать. Мама начинает делать пилочкой, снимает глянец, и она говорит, что это вы делаете? Моя мама объясняет, что это, мол, подготовка к покрытию. Дальше она говорит, вы мне ногти портите, знала бы, не делала бы. Моя мама достает аппарат, и у этой женщины прям глаза по 5 копейек, и она говорит опять, знала бы, не делала, вы мне ногти портите. Уже другой мастер начинает ей объяснять, что она пришла уже с отслойками, и мастер сделала ей только лучше. Она повторяет, вы мне ногти испортили, если бы я знала, не делала бы. Моя мама ей обработала, просто там форму опилила, и кутикулы сделала, и сказала, девушка, вставайте, я продолжать не буду. Эта женщина такая говорит, я на вас жаловаться буду, знаете, кто мой сын, вы мне ногти испортили. Я вообще, это полный капец, я понимаю, что женщина в возрасте, но такое поведение неадекватно. Ну, это, конечно, все очень прикольно, когда человек, который абсолютно не знает хронологию и технологическую карту проведения процедуры. Протокол. Протокол, да, технологический протокол проведения процедуры начинает выеживаться и говорит, что ему сейчас все испортят, все непременно. Но это все равно, что, не знаю, человек записывается на укладку волос, и прикасается утюжком к волосам, говорит, вы что делаете, мне волосы портите. Вы мне что, утюжком будете делать? Я думала, только на фен, мне никогда еще не мыли. Или руками просто слепят и лаком это набрызывают, и все зафиксируется само. Я прекрасно понимаю ситуацию, в которой человек, который абсолютно не знает, как делается эта процедура, и ему начинают спиливать поверхность ногтя, ну, небольшую, он же не знает, сколько там спиливается, для чего это делается, необходимо, это не необходимо. Да, возможно, человеку был в шок, я, в принципе, могу это понять. Но рать ей говорить, вы знаете, кто мой сын, вы мне испортили ногти, это, конечно, прикол, это, у меня папа депутат. У меня вообще-то, как жена, работает в Роспотребнадзоре. Я вас тут всех закрою вообще к собачьему, поняли меня? Ты когда-нибудь замечала, что мастер работает не так, как ты этого ожидала? Ну, как я ожидаю, это один вопрос, как надо, это другой вопрос. Ну, вот, типа, не как надо. Ну, вот у меня была ситуация, да, то, что я, кстати, не смогла заехать до своего мастера Нины, чтобы сделать маникюр, у меня уже очень сильно отресли ногти, мне нужно было их снимать. Я уже рассказывала, как я сходила с самой красоты у себя в доме, просто чтобы снять наручные ногти, и то, что мне делали там, как мне делали снятие там, и как мне делают обобычно, это просто вообще две разных вселенной, грубо говоря. Я понимаю, что, скорее всего, такой способ, он возможен. Но не когда вы снимаете огромные-огромные когти. Зачем их откусывать кусачками? То есть, представьте себе, да, длинный ноготь вот этим вот кусачком, приставив к уже фаланге пальца, откусывают, и, естественно, может треснуть в любом месте. И у меня ноготь треснул на мясе, на середине, и оторвался. Почему нельзя было спилить его, как и вот этим аппаратом, да, которым, грубо говоря, делаю кутикулу, более толстой насадкой, мне обычно спиливают ноготь, а потом уже все остальное. И так никакой трещины не появит. И я просто сижу, говорю, вы что делаете? Она такая, ногти снимаю, типа, а что? И она в итоге меня выпустила просто обглоданными краями ногтей, какими-то острыми, торчащими, просто потому что вот как треснула, так она и оставила. Я говорю, может быть, вы мне подпилите или как-то, не знаю. Она говорит, ну, я только кусачками могу, потому что инструмент-то стерилизованный, его надо под вас доставать. Вы только на снятие пришли, тогда уже будет маникюр считаться. Я говорю, ладно, все, я пошла отсюда. Благо мне надо было просто подняться в свой дом. Но я спрашивала, типа, вы в своем уме вообще что-то делаете? Ну, я не постеснялся, что я сижу, и мне страшно от того, что она сейчас еще чем-то цапнет, и будет полная жопа. Я думаю, что самым правильным на моем месте было бы просто встать и уйти, на самом деле, потому что понятно было, что человек абсолютно не понимает, что происходит. Это был мой короткий ответ на вопрос, да, у мастера. Вот, но если я не понимаю технологии проведения процедуры, и мне кажется, что что-то странное происходит, я бы просто спросила, типа, а правда ли это делается вот так? И, может быть, второй рукой я бы начала что-то там гуглить, чтобы проверить на всякий случай. Привет, хочу рассказать историю своей коллеги. Работаем мы в Адидасе. Люблю, когда называется бренд, и ты уже четко понимаешь, о чем идет речь. Да. У нас каждый день приходят неадекватные люди, не говоря уже о том, как бывает, нас скроют матом за вежливую просьбу надеть маску. Ну, мы обсуждали это уже неоднократно. Продавцы, консультанты не виноваты в том, что нужно носить маски, и реально могут хвосты в гриф за то, что видят по камерам, что обслуживается человек без маски. Ну, конечно, кому нужны штрафы и увольнения? Ну, ебперный театр. Абсолютно никому. Будьте людьми. Да. У нас от этого реально зависит за Пепп из-за маски, да? Но сейчас не об этом. Стоит моя коллега на примерочной, заходит девушка с парнем, у девушки в руке куча вещей, моя коллега вежливо ее приветствует, пересчитывает вещи, дает номерок и просит вернуть вещи обратно на вешалках. Когда это дамы... Кстати, это странно. Верните вещи на вешалках. Меня такого никогда не просили. Меня просят, да. Да? Да. Ну, я помню, когда последний раз ходила что-то в магазин, и я не помню, короче, что там было. В общем, там типа одна или две позиции, я не повесила на вешалку, там, знаешь, типа, за их хитро... Какая-то конструкция была, что такая, типа, ладно. Мне говорят, на вешалке. Я такая, окей, вернулась и такая... Можно было повежливее сказать, не на вешалке, не могли ли бы вы, пожалуйста, если изначально не просили, откуда должна знать. Я, например, ни разу не сталкивалась с такой просьбой. Моя коллега к ней обращается с просьбой вынести все вещи и положить на стол. На что эта девушка начала скандалить. Я ничего не обязана, вы обслуживающий персонал, клиент всегда прав, это ваша работа. Ну, все самые классные тезисы, короче. На что моя коллега ответила, что все мы люди, и надо уважать чужой труд. Это была суббота, когда у нас было очень много, и работник, который стоит там, только успевает, что развешивает примеренные вещи. Но девушка в ответ начала орать. Зачем вы мне хамите? Ваша работа вы и выполняете. Я могла эти вещи вообще по залу разбросать. Скажите спасибо, что они в одном месте. И удалилась из зоны примерочной. Работая здесь, я поняла, сколько злых людей у нас в стране. Ну, это к разговору о том, что некоторые люди приходят тупо сбросить свое плохое настроение, наорать на кого-нибудь, если есть в добрый случай. Знаешь, я думаю, что здесь даже дело может быть не в плохом настроении, а в этих каких-то барских, мещанских замашках. То, что типа, вы обслуга, вы должны, я клиент, я права. С таким подходом вообще сидите дома. Не портите никому настроение, реально, что это такое? Факт. Я вот читаю канал в Телеграме Натона Эсс, все вообще новости читаю. Это единственный канал, который я на самом деле в Телеграме прям мониторю активно. И там какая-то инстаграм-женщинка, которая про мещанскую еду рассказывала. Вот мещанская еда, вот это вот вся вот это, или что-то, короче, такое было. По-моему, это Адель. Да-да-да-да, вот именно такое у нее имя, да. Обожаю вот это вот все, рубрика мещане. Привет, хотела рассказать вам историю для вашей рубрики. Я работала в салоне сотовой связи в небольшом поселке. И ко мне как-то зашел дедушка и говорит, я тут телефон новый купил. Мы с приятелем сидели, смотрели, ну, это, секс-пекс, сама понимаю. Я думаю, что это еще было сказано секс-пекс. Обращается он ко мне и просит все это удалить, чтобы жена не видела. Я соглашаюсь и говорю, что стою будет 200 рублей. Вроде бы и недорого, но все же. Я выполнила работу, и он говорит, что налички у него нет. Я говорю, тогда заплатите по карте. Он начал там говорить, зачем, и т.д. все равно, типа, себе заберешь. Я не обратила на это внимания. И он говорит, что сходит в Сбербанк, снимет деньги и вернется. А так как это поселок, и все друг друга знают, я особо и не переживала. Он вернулся со 100 рублями и говорит, на тебе 100 рублей, все равно ты это себе заберешь, и т.д. На что я ему отвечаю, что я ему могу предоставить чек об оплате его услуги. Он просто кидает эти 100 рублей на стол и говорит, что я там почти ничего и не делала. Интересно, а что это за услуга, типа, почистить историю? Ну, мне кажется, это просто как какой-нибудь, типа, ну, сервис для телефона. Там, знаешь, алиосновка приложений бывает, да, там, при покупке. А, ну да, 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 бывает. То есть, стопудово какая-нибудь такая, знаешь, общее название функции, типа, не конкретно почистить кэш, а просто, типа, ну, что-то по телефону, типа, сделать. Блин, такого я еще не слышала. Вообще деньги с него деру, на что я ответила, что я выполнила работу, и за нее нужно заплатить. Он просто начал говорить про ужасное обслуживание, что он сюда больше не придет. Хотелось в ответ крикнуть, что я скажу все его жене. К слову, они заходили в салон еще не раз, обращались за помощью. Видимо, очень много смотрят секс-пекс. Секс-пекс. Старые люди, ну, камон. Дедулька. Ну, дедулька смотрел секс-пекс и решил почистить... Ну, дедулька тоже человек. Конечно. Тоже хочется смотреть. Привет, очень нравится ваша новая рубрика, хочу поделиться и своей историей. Я работаю парикмахером. Как-то вечером пришла девушка, войдя, сразу показала мне заметку в телефоне, где было написано «Я записана на 7 часов на стрижку» и показала фотострижки. Было очевидно, что она глухонемая. Я помыла ей голову, посадила в кресло стригу. К слову, стрижка была очень простая, лесенка у лица и удлиненная челка. Я достригаю, снимаю с нее накидку, и тут она вскакивает с кресла и начинает орать совершенно сумасшедшим голосом. «Ты что натворила, скотина? Ты испортила меня! Ты сделала из меня урода!» И тому подобное нескончаемый поток по мой адрес. Попутно, не прекращая орать, она берет свои вещи и просто выходит из студии. Очень умно, наорать и под шумок свалить. А что? И умно, притвориться глухонемой. Естественно, а зачем, кстати? Не знаю, наверное, чтобы потом такую ситуацию создать. Она берет свои вещи и просто выходит из студии, пока мы, я, другой мастер с клиентом и админ, стоим в полном шоке. Это было настолько неожиданно, что мы даже не смогли успеть слово сказать. Ну и вишенка на торте. Эта девушка была записана заранее, и имя у нее было очень необычное. В этот вечер на Тугис у нас появился новый отзыв от пользователя с таким же именем. Спасибо за отличную стрижку и самая высокая оценка. Что? Я не понимала. Очень хочется, как бы, и стрижку на халяву, но при этом наш хороший отзыв. Такая типа, спасибо от души вообще. Да, не испортила людям рейтинг. Понимаешь, ну... И это публикуете. Наверное, одна из самых загадочных историй, которые произошли со мной в жизни, случилась, когда я служил в армии. У нас вроде был паренек Алимжан Агишев, но все его звали Леха. Я обожаю, что имя и фамилия, типа... Через какое-то время после начала службы у меня появился интернет, и я решил найти его в ВК под именем Алексей Агишев. И когда вбил это в поиск, увидел страницу с этим именем и моей фоткой на Ави. Чего? Ты думал, что никогда никто не найдет и не задумывается, как... Типа, меня же не так зовут, правильно? Как его найти-то, раз он другим именем? На стене у него были фотографии с моей страницы под брудовыми подписями, типа, обычный денек, и все такое. Я был в шоке. Я написал ему, он мне ответил. Извинился и рассказал историю, что, мол, одна девушка учится в соседнем с моим городе, и таким образом решила проучить другую девушку, которая училась в моей школе, но старше лет на 7. Узнать побольше о ее жизни и что-то в этом духе. Пообщались пару дней, скинула левую фотку, типа, это она и пропала. Вот так, когда-нибудь я узнаю, кто же это был. Вот так, если бы я не встретился с Алимжаном, которого все называют Леха, и нашел бы страничку в ВК, использующую мои фотки. Конечно, не про работу историю, но забавно. Ну, это, как раз, радую про фейки. Я думаю, скоро мы начнем принимать заявки на истории про конкретный какой-нибудь... Все, мы прямо сейчас их и откроем. Пожалуйста. Так, тема для нашего выпуска это... Мистика! Ну, мистика, фейки, давайте вот такого вот, кстати, обсуждать, потому что это интересно. Я уверена, у каждого что-то было, но я, к сожалению, вот сейчас вот прям вот схода вспомнить не могу, но я думаю, что если покопаться в голове, то найдутся какие-нибудь такие истории. Давайте про мистику, паранормальщину, гадалок, про какую-то стрёмную, криповую херню вот на этот электронный адрес, либо же в наши директы инстаграма, в которые вы видите себя на экране. И также, естественно, в описании под роликом будут все контакты в письменном виде, чтобы вы могли сделать, копировать, вставить и отправить нам свои прекрасные истории. Давайте мы прочитаем последнюю историю и все. Привет, Настя! Я вот посмотрела ваше видео и решила тоже рассказать свою историю, вдруг будет интересно. В общем, работала я как-то админом в детской комнате сад. Это такая комната, где помимо всяких праздников с 9 до 14.00 родители могут оставлять своих деток, как в садике. У нас нянечка занятия, полдник и прочее. Так вот, как мы все давно знаем, не всегда мамочки бывают адекватные, а зачастую абсолютно неадекватные. Это я уже с себя добавляю. Извините. Сейчас набросятся на меня люди, но я думаю, что все понимают рубрику «Я ж мать». Да. Но, естественно, респект адекватным мамам, которые ведут себя супер. Были совершенно разные родители. Все вполне себе адекватные и приветливые, но была одна. Сказать, что поменьшенная, это ничего не сказать. Вечно облизывала с ног до головы своего сына. Психовала, когда к ним подходили другие дети. Мы должны были отправлять фотоотчеты, что они делают в общий чат. Мамочек в Вайбере. Обожаю Вайбер. Да, Вайбер тоже. Вайбер – самый дешевый мессенджер, и там всегда самый кринж происходит. Кринж. Кринж. А это как бы маленькие дети, 1-3 года. Конечно, блин, они будут подходить друг к другу, это часть их социализации. В общем, как-то раз на смене оставалась я как админ и еще одна девушка-нянечка. Пока я в другой комнате рассчитывала по сумме других родителей, не заметила, как привели этого мальчика. Как оказалось, в этот день его привел папа. Малыш был в длинных шортиках, все вроде бы хорошо, улыбается, смеется, играет с детьми. Папа спокойно оставил, ничего не сказал и ушел. Вот приходит время, когда за ним приходят родители, и значит, за этим мальчиком приходит та самая мама. В этот момент я слышу просто истерический крик, виск, вылетая туда. Мать эта просто неистово орет на нашу нянечку, материт ее благим матом. Это при том, что вокруг еще куча детей так-то. Кричит на нее, на меня, мол, мы мрази, твари, нам нужно сдохнуть. Моя коллега чуть ли не плачет, а я не понимаю, что произошло. Пытаясь как-то это выяснить, и спустя 15 минут этого ора, она все-таки говорит, мол, у ее ребенка на коленке ранка. Показывает, а там, знаете, когда в детстве бежишь и падаешь на колени с честной немножко. У всех бывало в детстве. А из-за удлиненных шорт мы ничего и не увидели. Я смотрю, ребенок пытается ей что-то сказать, но она даже не дает. И продолжает орать. К слову, ребенок более-менее уже говорил к тому возрасту. В итоге, спустя еще 40 минут адовых разборок, она звонит мужу и жалуется, мол, какие мы мрази и твари. На что тот говорит, что когда он вел мелкого к нам, тот грохнулся и счесал коренку, а он забыл нам рассказать. Занавес. Видели бы вы лицо этой я же матери, однако извинений нам так и не последовало. Она молча развернулась и ушла. К счастью, долго там не проработала. Блин, а еще у меня подружка работает воспитательницей в детском садике. Я тоже наслышана всяких таких историй, но рассказывать я, к сожалению, не могу, поэтому... Вот так. На самом деле, у нас у каждого есть какие-то истории, которые мы хотели бы рассказать, но не можем по каким-то своим причинам. Знаешь, хочется сделать так, что типа, ну вот, знаете, у меня подруга есть, и у меня была такая история. Типа, ой, там девочка прислала историю, прикиньте, училась на депиляцию. Не, у меня тоже есть некоторые вообще абсолютно трешовые истории, но я просто переживаю, что люди, которые в них вязаны, они могут меня потом найти и покалечить. Ну, типа, на самом деле, потому что есть три... и три, показываю два. Есть три момента в моей жизни, которые очень хочется рассказать, но я просто не знаю, как это сделать без беспокойства о потом собственной безопасности. Потому что не указывать, где это и кто был, просто невозможно, потому что там все очень сильно завязано. Но если у вас есть что-то прям трешовое, и вы можете нам это рассказать, то присылайте. Мы большую часть того, что нам присылают, озвучиваем. Совсем прям лонгриды, которые на шесть экранов айфона вот так вот надо листать. К сожалению, ну, вы сами понимаете, что это сложно просто вот так вот устно воспринимать такое количество информации. Поэтому в основном мы рассказываем истории покороче, которые как-то, ну, можно еще выслушать без того, чтобы запутаться. Да. Вот, но следующая тема у нас будет мистика, поэтому нам нужно пособирать ваши истории. Надеемся, что их будет достаточное количество для того, чтобы снять отдельный ролик на эту тему. Да, ну, я надеюсь, когда мы будем читать эти истории, ты не будешь бояться. Главное, не бояться, понимаете? Людей бояться можно, призраков, чего их бояться. Да, у нас есть видео про паранормальщину, по подсказке наверху можете посмотреть. Там мы рассказывали свои истории, теперь будем рассказывать ваши. Ну что, мы очень надеемся, что это видео вам зашло, понравилось. Если это так, то обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. И всем большое спасибо за просмотр. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok